Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Начинаем первую лекцию. Первая лекция будет посвящена следующей теме. Конфликт вокруг сжатия рабочей недели. Кто-то не видит, что вы говорите? Сейчас я расскажу. Конфликт вокруг сжатия рабочей недели. Мы с вами что такое конфликт, это определение не давали. Это определение конфликта, оно базируется на философском понимании противоречия. Что такое конфликт? Вот если, скажем, я буду одно говорить, и вы меня вытражать будете. Это конфликт? Нет, это спор. Это спор. А что такое спор? Столкновение. Что, сталкиваться надо? Прямо так подходить и прямо сталкиваться? Борьба словесных формулировок, аргументов. Словесных, а где что-то столкновение? Борьба словесных формулировок. И чем заканчивается эта борьба словесных формулировок? Тем, что один аргумент побеждает другой. Тем, что один аргумент побеждает другой. Иногда побеждает, иногда не побеждает. Потому что, если, скажем, позиции и интересы прямо противоположны, какими аргументами вы можете убедить того, у кого есть, скажем, миллиард долларов, чтобы он вам его отдал? Я не очень представляю. Пистолетом. 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 Ну, так это уже другой аргумент. Это не словесный. А тут словесный разговор о споре. То есть, спор – это разногласие. Что значит разногласие? То есть, один гласит одно, другой гласит другое. Есть заядлые спорщики. Они могут каждый раз как встречаться, будет встретиться и начинают спорить. Потом, когда поспорят, смотрят на часы, сегодня хватит, выходит. И в следующий раз, когда встретятся, и опять спорят на эту тему. И при этом конфликтом это не является. А если мы заглянем в Трудовый кодекс, то мы там обнаружим, что там вообще конфликтов нет. Кто посмотрел Трудовый кодекс? Есть такие? Нет таких? Вроде споры там или что-то такое. Нет, конфликты там слова видели, нет? Я не понял, нет. Ну вот. Вот такая интересная картина. Значит, ну правильно, это дает основания вам его не читать. Потому что раз там нет про конфликты, а что вы будете читать? Было бы написано «социально-трудовые конфликты». Первый закон, который урегулировал конфликты какие-то у нас, который был в нашей стране, был в ельцинские времена. Он назывался «Закон о разрешении коллективных трудовых споров в скобках конфликтов». Потом появился закон, аналогичный при Горбачёве, наоборот. При Горбачёве был закон о разрешении социально-трудовых споров в конфликтов. Потом появился российский закон при ельцине, и слово «конфликты» вместе со скобками «изъяли». И получается, что у нас право считает, что нету никаких конфликтов, есть спор. Ну и спорьте. Тем более нам нужно определить, что такое конфликт. И конфликт определяется… Вот вы уже одно слово сказали, Анна сказала, что это борьба, да? Когда речь идет о конфликте, но если борьба только словесная, то это спор. А если словесная борьба превращается в борьбу не только словесную, и когда сила аргументов заменяется аргументами силы, вот такое обострившееся противоречие называется конфликтом. То есть конфликт – это противоречие. Противоречие всегда противоречие двух сторон, поэтому нам особенно, если можно, на этом не останавливаться. Это противоречие, обострившееся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Вот спорили, 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 потом я взял что-то тяжелое и бросил свой оспорщик. И он сразу со мной согласился. А если он успел раньше это сделать, и я с ним согласился. То есть если не знать, что такое противоречие, то и нельзя понять, что такое конфликт. А поскольку вы уже философию, можно сказать, изучили, что такое противоречие, знаете? Противоречие есть единство и борьба противоположностей, да? Причем единство относительно, а борьба – абсолютно. И поэтому мы имеем дело с противоречием, но поскольку речь вот у нас в названии курса какие конфликты? Социально-трудовые конфликты. Во-первых, они в обществе, правда? То есть социальные. А во-вторых, они социально-трудовые, то есть связаны с определенными трудовыми отношениями. Вот такие конфликты, которые связаны с социально-трудовыми отношениями, и называются социально-трудовыми конфликтами. А конфликт сам по себе – это противоречие, обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Вот мы теперь, значит, определение или понятие социально-трудового конфликта имеем. Теперь разные бывают социально-трудовые конфликты. Бывают конфликты, предусмотренные законом, бывают непредусмотренные законом. Все не предусмотришь. Жизнь бесконечно многообразна. По-разному это все представляется. Потому что когда заканчивается спор, то во что выльется потом этот спор, и когда он переходит в такую фазу, когда сила аргумента занимается аргументами силы, трудно предсказать. Например, на одном из заводов не выплачивали зарплату долга людям. Они все пошли, наконец, ушли с рабочих мест разом. И выстроились непосредственно около кабинета директора. А тем самым заняли все административное здание, если целый цех пришел. Да вдобавок женский коллектив. И вот, значит, какой-то главный инженер стал пробираться через этот коллектив, очень сплоченный, потому что он разъяренный был в связи с тем, что не платят зарплату, дети голодные и долго не платят зарплату. И он, значит, стал их, так сказать, ругать, что вы такие-сякие пропустите и так далее. В общем, дело кончилось тем, что кто-то откусил ему ухо. Толпа, толпе, страшное дело. Вот он потом везде ходил, заявление писал, что мне ухо откусили. И так сначала человек сидел серьезно с этим, потом говорит, а как это было? А сам сидит и улыбается. Ну как вы думаете, что он добился? Ничего не добился. А что добились работники? А работники добились, что начали выплачивать зарплату. Желающих еще попадать в такую ситуацию. А бывает, как бы, бесконтактные применения силы. Какое? Значит, речь идет о социально-трудовых отношениях. То есть вот идет процесс труда. И тут вдруг цех, в котором 600 человек, которому не платили зарплату. Приходят на работу, сели около своих станков и сидят. И все. Ничего не обидят, требуют. А что требуют? Они до этого говорили, сколько дней. Требовали, жаловались, ругались. Ничего не требуют, не ругаются. Сидят, молчат. Цех 600 человек, ничего не делают. Приходят к ним. Начальник цеха. А вы еще не работаете? Тебе говорят, так не поели. Так поешьте. Так денег нет. Так пойдите, возьмите. Так а зарплату не платят. Ну, ты говорил, говорил с ними. Начальник цеха. Ничем дело не кончилось. Никто не работает. Приходят, ничего не требуют. Абсолютно ничего не требуют. Никаких бумаг не пишут. Тем более никаких, так сказать, таких злобных лиц не делают. Никого не ругаются. Ну, сидят. Приходит начальник производства. Вы что делаете? Зарплату ждем. Так. Вроде зарплату пока не выплачивают. Не знаю, может, выплатят. Так идите, работайте. Так дайте до зарплаты займы. Сразу как получим, а вам отдадим. Ушел начальник производства. К вечеру зарплату привезли. Ну, это надо было в банк же ехать, да? Наличными. То есть не так сразу. Надо бумагу было подписывать. Платежку делать. Прочее. То есть разные бывают ситуации. По-разному они развиваются. Вхвали на то, что тут уже на спор, это совершенно не похоже. Какой спор? Дайте до зарплаты поедем и пойдем работать. А он не дал. Ну, нету, может, очень. Другой приходил главный инженератор, самая историка. Как это отрегулировано? Никак это не отрегулировано. Многое очень вообще законом не отрегулировано. Потому что закон конечен, а жизнь бесконечна и многообразна. Вот у вас право выпрыгнуть в окно есть? Ну, нигде же не написано, что вы имеете право выпрыгнуть в окно. Специально не написано, чтобы вас не провоцировать. Так? Это с одной стороны. А с другой стороны и запрещения нет. Ну, тоже довольно странный был закон. Запрещаю выпрыгнуть в окно. Запрещаю нагревать свою руку на газовой плите. Ну, и так далее. То есть, это вообще мы имели такие талмуды, где вы рассказывали, с чего делать нельзя. И так там много чего написано. И так, значит, сами по себе законы представляют собой большой свод. Скажем, трудовой кодекс еще самый маленький из имеющихся законов. Трудовой кодекс – это свод законов трудовых. Теперь все связано к этому. Плюс, что туда не входит, это закон о профсоюзах. Ну, а если вы возьмете гражданский кодекс, уголовный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, то там много чего. Ну, вот, скажем, если вы начнете читать кодекс об административных правонарушениях, какая ответственность за невыплату зарплаты? Она вся выражается такими цифрами – 5000 рублей. То есть, вот вам не выплачивают миллионы, но имею в виду на трудящихся, ответственность – 5000. А потом, как вы ответственность трясете? Вот я, допустим, вам не выплачиваю зарплату, а вы – коллектив. И что будете делать? Ну, что вы будете делать? Сначала с вас. Ну, зря будете. Не буду я вам платить, и все. Рано. Подойдете. Не умрете. Пусть все будут такие же стройные, как вы. Жалуйтесь. Жалуйтесь. Вам жалобы нужны или деньги? Деньги. Ну, а вы жаловите сколько угодно. А главное, что мне вам денег не давать. У меня-то их свой интерес. В суд и приставы дальше. Подавали когда-нибудь в суд? Боюсь, что представляю, как это произойдет, но это будет долго. Долгая история, правда? В суд. Потом еще нужно найти ваш счет, который вы деньги храните. Ну, это понятно. Ну, это долго. Это, во-первых, вы напишите. Возможно, вам вернут на доработку. А возможно, если вы не додумаетесь по идти к судье на прием, вам вернут через такое время, что когда уже вы получите, что надо доработать, и вам срок данный, этот срок уже закончился, тогда начинайте все сначала. Опять подавайте новые заявления и так далее. Это все должны документировать. Как вы докажете, что вам не платят? Ну, мне кажется, вам платят. Вот я смотрю на вас. Мне кажется, ей не платят, а вам платят. На банковский счет посмотрим, приходили мне от вас денежки или нет? Посмотрим. Судья будет ходить, посмотреть на барбанку. Я сам принесу. Вот, несите. А пока не принесли, откладывают заседание. А если я принесу? Тогда еще что-нибудь потребуется. Еще причины какие? По каким причинам вам не платят? Сколько дней вам не платят? 148. 148 дней. Ну, так это какая сумма составит? Вас посчитано? Да. Вы хотите, чтобы сколько вам выдали? Вот за эти 148 дней? Да. Ну, давайте. Только имейте в виду, это я уже за рамками суда вам хочу сказать, что вы еще будете 148 дней судиться, а попросили только за 148 дней. Как тут быть в такой ситуации? Может, я 148 дней планирую не работать уже, не получать зарплату? Нет, вы просто не знаете. Надо просто вовремя дать дополнение к иску. Если вы исковое заявление уже сдали, вы можете его дополнять. Вот и дополняйте. Вот и будете дополнять, приходить, все дополнять и дополнять, и вместо того, чтобы получать зарплату, торчать в суде, и все будет. А в суде вы часто не будете. До свидания будет, ну, раз в неделю. Так? Потом не придет представитель работодателя. Может такое быть? Может. Можно без него решать? Ну, не сразу. Что значит не сразу? То есть без него нельзя. Если он два раза не придет без уважительных причин? Ну, это безуважительно. А он, может, принесет какую-то уважительную причину, почему не было, и так далее. Ну, да, это безуважительно. То есть мы знаем, что суд, дело долгое, короче говоря. И вот, наконец, вы выиграли. Представим себе, что дальше что? Вам выигрыш нужно или деньги? Бабки. Когда вы выиграете, что вы получите? Предписание для приставов, чтобы они нам денежки перевели. Нет, это вы неопытные товарищи, не знаете. Когда вы выиграете, вы получите решение суда. Суд вы выиграли? Ну, так от суда и получите решение суда. Сразу вы получите или вам только устно скажут? Устно скажут. Вот. А когда вы получите оформленное решение? Через недельку. Придете и получите решение суда. Теперь у вас уже есть решение суда о том, чтобы вам выплатить зарплату в сумме такой-то, за такой-то период и так далее. И дальше ваши действия? Дальше уже, как это здесь, святые люди называются, которые деньги с банковского счета. Что? Ну, ребят, которые переводили, я не создавал банковского счета. Ребята, они своим делом занимаются. Вы-то что будете делать? Вот у вас есть решение. Ну, повесьте его до дома, покажите родителям. Кому еще хотите, мне приносите посмотреть? Что вы делать-то будете? Что я делаю, ты человек не знает. А? Да, так, риторический вопрос. Ну, дальше идем к приставам. Правильно, идете к приставам. А с чем вы? Приходите вы к приставам? Вот я старший следовный пристав. Что принесли? Решение суда. Молодой человек. Мы с решениями судов не работаем. А с постановлением? С нужной бумажкой пришли, вам понравится. Вы должны принести сюда исполнительный лист. Идите в суд за исполнительным листом. Вам его не будут давать, пока вы не пойдете. Вот пойдете, сначала сходили сюда, потом пойдете за исполнительным листом. Ходите. А у меня даже, если я зарплату вашу просто в банк положил, процентки так и щелкают все время. Все наполняется, наполняется, наполняется. И вот сходили вы. Судья вас будет слушать? Не будет. Пойдете вы к помощнику судьи. Попросите у него исполнительный лист. Через неделю вы придете и получите исполнительный лист. Вот теперь ко мне придете, и говорят, ну теперь все хорошо. Снова к вам странно. И судья, и помощник судьи, и главный пристав, и работодатель. Все в одном лице. Да. Вот приходите вы ко мне, я уже судебный пристав старший. Вот я, значит, говорю, что через неделю придете, уже будет у нас судебный исполнитель. Вот вы как раз на роль судебного исполнителя. Там такие девушки сидят. Правда, там рисунки такие, что сзади здоровые мужики с автоматами. Но мужиков с автоматами я ни разу не видел. А так они в каких-то дворах сидят. Вы когда-нибудь были в службе судебных приставов? Не довелось пока. Зайдешь на Олиговский проспект, вот там сразу за этим большим магазином, галерея. Вот там есть двор. Частей, часть занимает военная кафедра педагогического университета. И туда через второй двор пройдешь, третий двор. И там в третьем дворе войдешь. И там, значит, они чуть ли не на головах сидят друг у друга. Эти судебные приставы, кругом эти дела, исполнительное производство. Если ты приходишь, то они очень вежливые, они снимаются. И ты можешь сесть к ним. Они с тобой начали это разговаривать. Вот вас познакомят с девушкой, которая будет исполнять. Что будет исполнять? Исполнительный лист. Вот что она сделает? Что вы сделаете? Думайте, думайте. Ну, мало ли в арт-верт. Прямой лист на рассмотрение. Ей не платят, она ничего не будет делать. Это вы ничего не будете делать. Она будет. Ей интересно. Она хочет научиться. За учебу вам тоже сейчас ничего не платят. Вот вы эти дети только с вас все требуют. Требуют экзамены, а вам ничего не дают. Или вы считаете, что стипендии – это разве плата? Нет, но… Так вы на него прожить даже не можете. Или можете. Сколько вы проживете на такую стипендию? Скажите честно. Минут 20. Ну ладно, это будет 20, а вы неделю, наверное, проживете. Правильно? Ну вот же. Поэтому мне всегда страшно, придут студенты в следующий раз или нет. У нас недели, через неделю же будут лекции. Придут, не придут. Если они на стипендию живут. То есть это опасное дело. Так вот. И что сделает судебный призов? Объясняю. Напишет письмо. То есть вы мне пишете письмо. Уважаемый Михаил Васильевич, согласны ли вы добровольно? Выполните исполнительный лист. Как вы думаете, что я отвечу? Нет. Ну, плохо обо мне думать, я думаю, что согласен. Я отправляю вам. Но бабок на счете нет. То есть бабок-то нет. Вот он сразу понял. Он приходит опять к вам. Ну как там мой исполнительный лист? Хорошо, вот я уже получил письмо, Михаил Васильевич, он согласен. Так он не платит. Ну я ему снова напишу. Опять вы мне пишите, уважаемый. Вы же должны культурно писать. И я вам культурно отвечаю, согласен. А он? А я иду. И нахожу человека, который пойдет к вам. И закажет что-нибудь у вас на заводе, на котором я работал. А вы дадите договор. А в договоре будет расчетный счет, за который нужно вам перевести деньги. Расчетный счет перевести – это вам нужно, а им не нужно. Мне не нужно, чтобы мне переводили. Поэтому никакой… Хоть у вас расчетный счет есть, но я не собираюсь переводить на ваш расчетный счет. Еще чего не хватало. Что вы взяли, что я буду переводить? Мне не нужно у вас расчетный счет. Где-то вы должны получать деньги от заказчиков? Деньги я от заказчиков должен. Да. Ну, значит, вы ушли с судебной дороги и начали думать, как тут меня экономически это дело подвязать. Это уже другой разговор. Тогда я подумаю. А насчет 5 тысяч рублей забудьте об этом. А если она будет еще третий раз на меня бумагу писать, я напишу в суд на нее. С вами мы не спорим. Я вам проиграл, правильно? Проиграешь. А теперь я с ней буду спорить, потому что она администрирует, что она неправильно себя ведет с клиентами. И на ваши деньги, которые я вам должен отдать, найму адвоката, чтобы он там, значит, соловьем... Соловьем адвоката? С какого счета бабки пришли? Это вы ушли от государственной линии судебной. В каком государстве живем? Судебной, да. Такие линии приходят. Короче говоря, это большая проблема. Но это проблема одна только, которую мы взяли, заработные платы. Мы должны эти проблемы, вот конфликтологи должны их рассматривать не как, про них написали, как они есть. Ну и чтобы писали про них, соответственно, правильно. Так вот, тема, которую я сегодня объявил, да, конфликт вокруг сжатия продовольной недели, это актуальный социально-трудовой конфликт. Тот, который обеспокоил сегодня громадное большинство, если не всех трудящихся в России. Почему? Перед этим какой был конфликт, который всех обеспокоил? Это пенсионный конфликт. В чем была суть пенсионного конфликта? Что вот раз и продлили... На пять, на три? На пять лет всем, и мужчинам, и женщинам. Возраст. Сколько у нас, сколько денег у вас забрали? У вас. Меня там не забрали, я, между прочим, пенсию получаю. У вас сколько забрали? Посчитаем. Пять лет. Вам, если я работал до шестидесяти, вы, молодой человек, будете до шестидесяти пяти. Представьте себя старше меня, и будете работать до шестидесяти пяти. И вы, молодой человек, до шестидесяти. А вы до шестидесяти вы работаете, а не до пятидесяти пяти, как некто раньше там, в мрачные годы тоталитаризма жили. Вот, и вот вы, так сказать, теперь посчитайте, сколько вы получите, не получите пенсии. Ну, пять умножить на двенадцать. Пять на двенадцать, шестьдесят. Шестьдесят, упражаем на ноль, потому что пенсии не будет. На четырнадцать, потому что пенсия четырнадцать тысяч средняя. Не надо каркать. Мы надеемся на лучшее. Это в лучшем случае вы получите, с вас заберут, сколько? Семьсот, восемьсот сорок тысяч рублей. Нет. С каждого. Уже забрали. То есть забрали заранее перед движением этого возраста, с вас забрали по восемьсот сорок тысяч рублей. Пока что, судя по продолжительности, вы просто не доживем, так что какая разница? Это вы не доживете, а некоторые доживут. Некоторые доживут. Те, которые женщины. А некоторые доживут. У меня отец работал в литейном цеху, он умер в пятьдесят лет. А я вот его старше на двадцать четыре года. А вы говорите, что не доживут. Некоторые доживают. И даже лекции читают. Может, и вы доживете. Раз у вас такие комбинации, когда вам не платят зарплату, вы все это придумываете, и потом идете и хорошо вкусно кушаете. А другие вымрут, а вы останетесь. И будете потом рассказывать, как я дожил. Вот этот конфликт. Обратите внимание, что все, на кого направлены надежды трудящихся, это всякого рода представители разных органов, избираемых. Дума, скажем, Московская городская дума и так далее. Как себя вели избранные депутаты в этот момент? Каждый депутат имеет право законодательной инициативы. Вы имеете право законодательной инициативы? Нет. А вы имеете право законодательной инициативы? Нет. Они имеют право законодательной инициативы. Это что значит? Они могут составить проект закона и внести. Его обязаны рассматривать. Сколько же человек там имеет право законодательной инициативы? Каждый депутат Госдумы? Каждый депутат Госдумы. И они так выступали, так выступали. Но никто другого проекта не внес. Ну, скажем, сократить пенсионный возраст и увеличить пенсию. Мог такой быть законопроект? Кто-нибудь внес? Нет. Члены Совета Федерации тоже могут вносить. Там какая-то сложная схема. По-моему, у них сколько-то человек надо, нет? Или они тоже спокойно? Члены Совета у нас тоже брали? То точно вносит спокойно. Депутаты Госдумы все могут вносить. Абсолютно точно. Депутаты Госдумы. Дальше может вносить генеральный прокурор. Вносил? Нет. Дальше может вносить Верховный суд. Не вносил. Значит, может еще вносить Президент. Вносил? Нет. И правительство. Вот правительство одно и внесло. И все, кто изображал, что они против, они же не внесли своего проекта. Так они против или за? Ну, я говорю, против, но за. Против, но за. Вот это правильный ответ. Если мы подумаем, то мы увидим, что если я действительно против, так я бы и внес. Скажем, когда обсуждался проект Трудового кодекса, я вот не имея право законодательной инициативы, подготовил проект с товарищем Федотовым, проект Фонда Рабочей Академии. И мы его внесли. Ну, как можно? Никак. Мы искали. Сначала четырех депутатов нашли. Это были Корсаков, Григорьев, Шандыбин и Ионов. Они внесли. И год прошел, его выпихнули, этот проект. Тогда пришла новая дума. Тимурас Георгиевич Авлиян, известный рабочий лидер Кузбасса. Вот он внес. И очень эффективно его отставил. И он год еще прошел, и этот тянулся вопрос с кодексом долга. Депутат Шейн внес. И вот уже депутат Шейн наносил. И наш проект получил второе место. Ну, он как бы проект Фонда Рабочей Академии, внесенный депутатом Шейн. Потому что субъект законодательной инициативы депутат Шейн. Вот в этом составе Думы депутат Шейн и есть. Никакого законопроекта он не внес. А пламенную речь против правительственного проекта, вот он такую пламенную речь закатил. Великолепную. Много-много просмотров. Больше всех. А Жириновский просто огнем все сжег. А Жириновский мог же внесить свой проект? Мог. А Миронов вроде плохо выступал. О, как он выступал хорошо. А в итоге это все называется распасовка. То есть никто другой, кроме правительства, проект не внес. А были ли там депутаты, которые от ФНПР состоят? Были Исаев. Исаев заместитель председателя ФНПР Шмакова. Он спокойно мог внести законопроект. Любой, какой хочет. Одновременно Исаев является заместителем председателя Думской фракции Единой России. И он сочетает в себе две, так сказать, противоположности. Но действует в интересах одной стороны противоположности. Он выступал с докладом об этом самом законопроекте, который ухудшил положение всех трудящихся. И как здесь правильно было отмечено, что некоторые товарищи, не просто их положение будет ухудшено, они до пенсии просто не доживут. В цифрах это выглядит примерно так, что, скажем, сейчас 20% мужчин не доживают до пенсии по той норме, которая была, и 10% женщин, а, ну, значит, будет 20% женщин не доживать, и 40% мужчин. При этом, скажите, пожалуйста, значит, есть ли решение принято при том, что по всем опросам, которые имелись, громадное большинство трудящихся было против? Значит, а если принимается закон, это что значит? Что такое закон? Закон это что? Постановление необходимого обязательного выполнения. Мало ли чего и постановление. Я сейчас приму постановление, чтобы... Официальное. Что? Официальное. Ну что, Николай, вот я тоже официальное лицо, я преподаватель ваш. Сейчас принимаю постановление, несите мне 5000 рублей. Каких? Белорусских? Любых. О, а банк приколов можно? Конечно, у него ничего нету. Он и это не может выполнить постановление. Но это не определение закона, мы это разбирали с вами в курсе философии законов. А что такое право? Так право что такое? Введенное в закон воля господствующего класса. Введенное в закон, а закон что такое? Воля господствующего класса. Воля. Так это воля какая? Она чем подкрепляется? Сила. Что, вот господствующий класс вышел и говорит, ну, ребята, давайте, делайте это. Да? Подкрепляется властью. Властью. То есть силой государства. То есть закон – это норма, соблюдение которой обеспечивается силой государственной власти. То есть насилием, государственным насилием обеспечивается. Вот теперь вы чувствуете, что вместо спора получился конфликт. В этом конфликте одна из сторон применила силу, другая сторона опечалилась, и всё. И конфликт закончился. Потому что сейчас уже никто силу не применяет, правильно? Уже всё, применена сила. Записано в законе, всем всё объяснили, сказали, так нужно и так далее. Но вы понимаете, что все знают, что почти 90% трудящегося населения было против, и тем не менее силой государства обеспечили принятие этого закона и соблюдение, соответственно. То есть что значит закон? То есть это будет обеспечено силой государства, насилием. Какого класса правящего? А какой правящий класс? Правительный. Правительный. Всё тут понятно. Теперь это был вот тот конфликт, который мы с вами рассматривали. Он, как бы этот конфликт закончился. Какой? Победой одной из сторон. Потому что применение силы может привести к победе одной из сторон. Теперь у нас новый конфликт. Вот товарищ Медведев съездил в Европу. Ему понравилось. Ему понравилось там в Европе, понравилось, что там разговоры ведёт Международная организация труда о том, что надо в 4 дня уложить все эти самые трудовые дни, которые у нас уложены в 5 трудовые часы. Есть у нас в трудовом кодексе статья номер 100, в которой записано, что нормальная у нас 5-дневная рабочая неделя 40-часовая. Значит, отталкиваясь от этого утверждения, можно вычислить, что следует нормальный рабочий день. Делим 40 на 5, получаем 8. Но это вот уже не записано, что это нормальный рабочий день. Не записано. То есть где-то вот, даже я не уследил, я вообще стараюсь следить за как-то что-нибудь исчезает из трудового кодекса. А у нас же Дума постоянно работает, раз какой-нибудь, законопроект унесут, раз и нету его, этого. Ну нету 8-часового рабочего дня, не найдёте. Поэтому люди, которые знают правила уплаты сверхурочных работ, знают, что за первые 2 часа сверхурочных работ платится в полтора раза зарплата больше. А за вторые, за дальнейшие, после 2 часов, двойной оплаты идёт расчёт. А тут что получается? Если это дело 40 часов уложить, не в 5 дней, а в 4, сверхурочные будут начинаться со скольки? С 10. И если вы уже будете в 11-м, 11-й час работать, это будет в полтора раза больше, чем предыдущий. Если 12-й, то же в полтора раза больше, чем вот 10-й час. То есть тут сразу деньги забирают. Вот причём каким образом? Силовым. Пока не силовым. Почему не силовым? Нет закона, нету этого. Этот вопрос поставлен, почему я поставил этот вопрос сейчас? Потому что мы с вами в течение нашего курса будем наблюдать за развитием событий. То есть за тем конфликтом, который разворачивается. Почему конфликт? Потому что основная масса трудящихся, которые ведут трудовые деятельности, не выражает энтузиазма, кроме тех, кто уже решил работать, пока не упадёт. Потому что кто решил работать, пока не упадёт, ему, в общем, достаточно всё равно. То есть у нас законодательно установленного 8-часового рабочего дня нет, поэтому работник не может определить, он сейчас работает сверхурочно или не сверхурочно. Но вот мы с вами посчитали, то после 8-ми сверхурочно. Как вы думаете, оплачивать сверхурочно работать строго в полтора раза? Нет. А работа в выходные дни вдвойне должна оплачивать? Оплачивать вдвойне? Нет. Вот сейчас только что состоялась забастовка крановщиков. Причём забастовка такая. Они отказались работать с нарушением техники безопасности. То есть для этого им не надо никакой процедуры, ничего не надо проходить, потому что каждый человек имеет право отказаться от того, чтобы при таком состоянии техники кран упадёт, и он его убьёт, и кого-то из людей убьёт. И во время этой забастовки один кран как раз и упал, потому что туда администрация решила кого-то заслать не очень опытного, и он не то включил, не то нажал, и кран упал. Ну и такие случаи у нас с падением кранов знают регулярно, про их сходят. И тут обнаружилось, что ни в полтора раза им не платили за время сверх нормального, ни в два раза в выходные дни, этого нет. Ну и картина эта по всей стране, к сожалению. Почему? Потому что вот эта норма, закона о том, чтобы платить сверхурочно за сверхурочную работу в полтора раза, если это касается первых двух часов, и в два раза больше, если касается всех остальных, она силой закона, силой государства не подкрепляется. То есть норма такая есть, ну а государство применяет силу к тем, кто это делает? Нет. Ну раз не применяет, написано, что закон, а на самом деле это так разговор. Поэтому, значит, есть разные подсчеты продолжительности рабочей недели. Например, я знакомился с подсчетом Академии государственной службы, Института народного хозяйства при президенции РФ. 48 часов. И аналогичный подсчет делала высшая школа экономики. 48 часов рабочая неделя. А что касается вот этих работ выходные дни, учет не ведется толком. Сами рабочие, им трудно это вести, этот учет. Поэтому им говорят, работайте больше, будете больше получать. В линейном порядке. Больше работайте, два раза работайте, больше будете работать, раз больше получать. И вот такая работа, которую нам предлагают сейчас. Четыре дня, в четыре дня уложить 10 часов, по 10 часов. Все вот эти часы, которые составляют 40. Позволяет, что делать? Отвали это освободить еще вот эти три дня, чтобы можно выходить. И в выходные дни три. Работать столько, сколько хочешь. И в идеале сколько? 14 часов работать. Три дня по 14 часов. Сколько получается? 42. Вот тут 40-часовая рабочая неделя. Это в одинарную. А вам предлагают? Двойне. Никакой, правда, гарантии, что вдвойне будете получать, нет. Потому что вот эти вот выходить будут на эти 42 часа. Те люди, которые, может, тут и не работают. Потому что, когда вы работаете 5 часов, то вы как бы занимаете это рабочее место, это ваше рабочее место. Когда вы там находитесь 4 дня, а 3 дня они свободны, значит, на эти 3 дня туда можно привезти совсем других людей. Причем эти люди, которых приведут на эти 3 дня, они будут получать меньше, потому что вы это требуете вдвойне, а они не будут требовать вдвойне, они в одинарном объеме будут. То, что если это другие люди, они же не сверхурочные же, да, они будут получать в одинарном размере, а то и меньше, скорее меньше. Гастарбайтеров наберут, они будут меньше получать. И работать по 14 часов. Ну, вы, наверное, видите, кто у нас работает на маршрутках. Как вы думаете, какой у них рабочий день? Ну, так себе, часов в 12. Да, так себе, часов в 12. И если вы подойдете на Белоостровскую, где находится, скажем, 3 парк, то вы обнаружите, что там мало-мало, вы видите и русских, и много-много ульбеков, которые туда идут, оформляются. И приезжают люди в республику, дают подъемные 25 тысяч. И говорят, приезжайте, будете работать. Вот 100 долларов домой будете отправлять, 100 долларов будете тут и тратить 200 долларов будете получать. И они работают. Хотя вы знаете, что бьются эти маршрутки, люди гибнут, не говоря уже о заработной плате. Кто там выполняет эти нормы оплаты сверхурочных работ? Поэтому что здесь происходит, что здесь может произойти, это прежде всего вот эти опасные 3 дня свободные, на которые свободные рабочие места, которые как бы начинают терять основные работники. Это как бы уже и не ваши места. Это вы только 4 дня здесь, а тут вот другие уже есть. Но те могут больше денег приносить. Они больше за 3 дня приносят, чем вы. Вообще вы на втором месте. Вот с ними надо работать. Они сговорчивые, они ничего не требуют. Вот с ними надо вести и разговор. А какой там разговор? Они получают больше, чем они бы у себя дома получили. И они поэтому здесь весьма-весьма сговорчивые. Они подрывают тем самым зарплату местных работников. А это тоже выгодно. Если у вас там разные отряды работников, вы между собой можете ссориться, а я выигрываю, если я в данном случае предприниматель. Ну это еще часть проблемы. А другая часть проблемы состоит в том, что как нам рассказывают, вот уже в ходе обсуждения, а Дмитрий Анатольевич, значит, окрыленный, приехал оттуда, так сказать, с этого путешествия в Европу. Хотя я могу вас проинформировать, что в 2014 году Международная организация труда всем странам предложила вот такую рабочую неделю. В том числе и России. И в России тогда ФНПР резко отрицательно высказалась, и на этом все закончилось. То есть как бы время прошло, уже сейчас не 14-е, а 19-е, 5 лет прошло. Те, кто помнил, некоторые уже забыли, а те, кто тогда не обратил внимания, тем более не знают. И как бы как новое что-то такое предлагают. Причем, как вы заметили, первое время казалось, что речь идет просто о сокращении рабочей недели и о том, что и часов будете меньше работать. Так некоторым казалось. Кому? Наивным людям. Почему? Ну, если вам только что на 5 лет увеличили время работы, вы верите, что те люди, которые именно, вот именно Медведев предлагал, именно правительственный законопроект, вы верите в то, что те люди, которые только что увеличили вам работу на 5 лет, вдруг решили вам уменьшить. Или... Какой-то чувствуется. Или ФНПР, Исаев же, он же предлагал это увеличение. Как же Исаев уже превратил, показывал, что ФНПР превратился в такой приводной ремень от партии «Единая Россия» к массам. Ну, как можно верить этому Исаеву? Он, кстати, имел свой законопроект, и тот его законопроект провалился. Проект 8. Антирабочий. Проект Трудового кодекса России. Вот, значит, картина. Теперь это не все, так сказать, что мы должны увидеть. Вот говорят, детишки будут рады, их родители будут с ними 3 дня, а не 2. А еще детишки будут рады, когда они из школы, вот сейчас первоклассники вышли, да, сегодня уже рабочий день вышли, только они, их родители придут по окончании 8 часов рабочего дня, а теперь они будут приходить. Если эта инициатива пройдет, а она, как она пройдет, она пройдет не в порядке, ведь спор, если она и пройдет, то не в порядке спора, а в порядке принуждения государственного. А в порядке государственного принуждения она может пройти, мы уже видели, как это было, на примере предыдущего конфликта пенсионного. Вот она пройдет, и вот ваши дети, которых у вас еще нет, они, значит, выйдут из школы с этими самыми ключиками, теперь везде заборы, там всякие эти самые, двери металлические, а сзади дядя придет, который, как говорится, как раз подождет, пока ребенок откроет и зайдет. У нас что, мало безнадзорности в нашей стране, у нас нет никаких проблем с детьми, родители четыре дня в неделю не будут видеть своих детей. А когда они будут приходить, значит, они десять часов должны работать, а один час обеда, вообще-то, наверное, поскольку он один час обеда, значит, если он начинать будет в девять, то заканчивать он будет в девятнадцать, плюс час обеда, в двадцать. А поужинать ему не надо, он так вот будет до двадцати часов и без ужина, но хоть полчаса еще на ужин, иначе у него будет скоро, так сказать, болезнь, что-то лучше. А у детей будет шестидневная неделя обучающая? Прости, если у детей еще шестидневка будет, то как бы... Шестидневка есть уже в Китае. Вот у меня журнал есть в Китае, свежий номер, июльский. Там рассказывают, как в Китае работают айтишники. Они работают по системе девять-девять-шесть. Расшифруйте. Девять часов, как это... Ну, девять еще, не надо преуменьшать. В девять начинаешь, в девять заканчиваешь. Вечера только в девять утра начинаешь, в девять заканчиваешь и шесть дней. Девять-девять-шесть. Причем, это там не по закону. А просто вот... Вот нехорошо, если закончится лекция, и вы уйдете. Это по отношению ко мне будет неприлично. Я это запомнил. У нас зачет будет. Вот все получат, а вы будете тут сидеть. Ну, так может быть. Я просто предполагаю, я вовсе не угрожаю. Ну, да. Поэтому человек, который в ту неделю изобрел, является у нас там... Каким по счетам будет состояние второй детей? Ну, вот, короче говоря, тут проблема детской безнадзорности очень острая получается. Очень острая, потому что дети не поговорить, не почитать, не вместе даже поужинать. Ну, вот представляете, родители... Еще он в магазин должен зайти, что-то купить. Оба причем. Так, ну, тут были спасительные бабушки и дедушки. А бабушкам и дедушкам, чтобы они тут не отвлекались найти, еще прибавили пять лет. И нету этих бабушек и дедушек. Ну, просто со всех сторон так хорошо сделали, красиво, что совершенно понятно, приветствовать трудящиеся это не будут. Хотя пытаются сейчас где-то натянуть, вот, например, скажем, 58 процентов... 48 процентов... Так, сейчас скажу. 52 процента выступили против этого дела, а, скажем, Эхо Москвы уже говорит, половина выступила против. То есть за. Половина поддерживает. То есть, как еще, кто считает, как это считали, как это... Это все же только выборки. А выборки можно по-разному потом интерпретировать. Одним словом, вот, значит, сложилась такая ситуация, что у нас снова возникает большой конфликт. Какой? Социальный, социальный. Трудовой? Трудовой, потому что речь идет о том, сколько дней в неделю работают. Еще один аспект мы не рассмотрели. Значит, как известно, рабочие и другие работники, рабочие прежде всего, являются продавцами своей рабочей силы. Правильно? То есть, они продают свою рабочую силу, способность к труду, как товар. Раз они продавцы, кто может повысить цену на то, что он продает? Продается ли покупатель? Вот если я покупатель вашей рабочей силы, я могу начать покупать за большую цену? Вы что думаете, я совсем уже с ума сошел? Но я понимаю, у меня, может, не все в порядке, но не такой же степени, что вот вы мне что-то продаете, за сколько вы продаете? За 300 рублей. Не, я говорю, беру за 500. И что вы скажете? Ну, разве могут быть такие покупатели, которые сами увеличивают цену того, что они покупают? Не может быть. А кто может увеличить цену? То, кто продает. А кто продает? Рабочие. Ну, если вы одна будете продавать, как вы понимаете, вот и будете так продавать, а я вот все остальные дешевле, останетесь вы одна, пополните ряды безработных. Поэтому эта проблема не решается. Эта проблема не решается выгодной продажей рабочей силы в одиночку. А чтобы ее решить, необходимо объединять работников одной профессии. Потому что у них одна и та же одинаковая рабочая сила. Все слесари, все токари. все нефтяники, все горнодобытчики и так далее. Все металлурги. Как это называется объединение по профессиям? Профессиональный союз. То есть профессиональный союз изначально это союз работников одной профессии для более выгодной продажи своей рабочей силы. То есть вот это объединение профессиональный союз естественно возникло исторически и как Маркс писал в книге «Нищета философии» по поводу книги «Философия нищеты» Прудона. Он писал, что сначала рабочие начинают бороться за зарплату. А потом они понимают, что гораздо важнее борьба за объединение. Потому что если они получат объединение, то они добьются и более высокой зарплаты. Если они профсоюзного объединения не получат, им не добиться. В одиночку рабочий справиться с капиталистом, с покупателем его рабочей силы не может. Ну почему? Вот у него, у вас там капитал, ваша зарплата, а у меня капитал 8 миллиардов долларов. И хотите вы со мной справиться? Это не серьезно. И вот с этой стороны надо посмотреть на вот эти предлагаемые изменения. Не предлагаемые, а навязываемые. Когда люди работают, то они в течение закончили рабочий день, и они могут встретиться, обсудить свои вопросы с членами своего профсоюза и установить некоторые требования и могут в соответствии с трудовым кодексом добиваться, разрешение осуществления этих требований. Правильно? Ну а если 10 часов они работали, у них сейчас мысль как-нибудь добраться до дома, переключить, лечь, спать, и завтра утром опять явиться на работу. То есть это вот то, что сейчас затеяно в порядке очередного, большого и крупного социально-трудового конфликта, это лишение работников возможности осуществлять свои интересы с помощью профсоюза. в эти дни, когда вы работаете, вы не будете собираться после при 10-часовой рабочей, а все дни, которые являются выходными, по другой причине. Дайте отдохнуть, это такое сумасшедшее работа, один день будет вылетать, одно дело, там человек даже 7 дней трудится размеренно, а другое дело, что он чрезмерно трудился 4 дня, неизвестно, он за один день сумеет прийти у себя или нет, и даже в смысле здоровья. Поэтому, о какой профсоюзной работе мы, кто это поедет теперь снова на работу и где, с кем будет встречаться, или в парке будут гулять, то есть вся профсоюзная работа, которая ведется на предприятии и которая ведется рядом, так сказать, с рабочей сменой по времени, или до того, или после того, и в обеденный перерыв вся эта работа, она не имеет пространства для своего существования. Почему? Есть же сейчас возможность собраться людям в сети, ну, условные мессенджеры, условные социальные сети, они могут собраться по союзам там, глава по союзам высказывают требования, там они собираются таким образом в сети, не выходя из дома, не прерывая в этих условных. Ну, вот, ночью, да? Ночью они вот придут. Ну, почему? Ну, вечером? Ну, вечером, когда? Выходной. Ну, да, конечно, это возможно такое, безусловно. Но оформление такое невозможно. Поэтому ваши все вот эти установления, ваши договоренности, они не документированы, никак не будут нигде приняты ни в одной организации, никто ваши требования рассматривать не будет. Покажите протокол и подписи там все, где? Нету, ну и все. Как можно подписи взять в первый же рабочий день, как все выявили? Можно. Как вы думаете, и так сложно, значит, это усложняет эту работу или упрощает? усложняет. Янский, всем бы это прочитал и вам бы рассказал, предполагать это можно, но на самом деле... Я не видел пока, может быть, все будет есть. И я не видел. Теоретически, да, возможно. Теоретически все возможно, что они возьмут все и приедут в третий выходной. В три выходных, в третий выходной приедут, и рядом с заводом все оформят. Может такое быть? По идее, теоретически может быть, а на практике не может быть. Вот докеры добились того, что они получили 12-часовую рабочую, рабочий день. И мы долго не разрешали, разрешили. И с этого времени стала падать вся профсоюзная работа. И вот у нас есть два проекта коллективного договора, которые я просил бы изучить и использовать в своей работе, потому что это хороший, во-первых, это хороший коллективный договор, и, во-вторых, развернутый, большой, который охватывает все стороны, можно сказать, деятельности и жизни предприятия. И он такой, свободный в доступе. На сайте фонда рабочей академии вы можете найти договор, который был составлен в 2014 году между работниками ЗАО «Первый контейнерный терминал» и работодателем той же компании. А на сайте московского отделения фонда рабочей академии вы можете найти свежий договор, действующий. Он хуже предыдущего. Почему хуже? Ну, хуже он только потому, что в более трудных условиях он создавался, и поэтому не смогли товарищи докеры добиться тех условий, которые были раньше. и поэтому требования теперь ослаблены по сравнению с тем. Хотя он более поздний. Потому что, если, скажем, в законе, вот закон приняли и все. И он как бы навсегда, пока не будет нового закона. А коллективный договор принимается только на 6 лет максимум. А через 3 года он может быть продлен. Но никто еще так просто не продлевает. Это если вы приготовили проект, который лучше, чем тот, что есть, то за лучший счет работодатель согласится продлить его. А если вы не приготовили, а просто ждете, что его продлят, он не будет его продлить. Он ни обязанности продлить нет. Поэтому он через 3 года его не будет. Вот, скажем, в свое время профсоюз МПРА на заводе Ford Motors Company у нас в Ленинградской области бывшем теперь, потому что его решило руководство этого завода ликвидировать его. А хозяева американские захотели и ликвидировали. И все, и нет этого завода. И вот там был такой пункт в Колдоговоре, что 2,5% к величине инфляции добавляется ежегодно. То есть зарплата повышается на уровень инфляции плюс 2,5%. Чтобы было не просто компенсация того, что забрала инфляция, а получилось бы повышение уровня реального содержания зарплаты. У нас в кодексе в двух статьях написано статья 130-й, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. Ну, как оно? Повышается реальное содержание? Информирую вас, что 5 лет подряд реальное содержание зарплаты работников в России падает. Но государство гарантирует. А чем оно гарантирует? Боритесь, вот вам право дано, есть трудовой кодекс, боритесь, вот, не сказали, борьба. Ну, раз вы плохо боретесь, вот, а государство вам гарантирует, оно дало вам право на забастовку. Конституция дает право на забастовку? Дает. В Трудовом кодексе предусмотрены коллективные трудовые споры, на самом деле, конфликты предусмотрены. Выход на забастовку предусмотрен. Так вы не бастовали, ну-ка, что вы хотите? Вам государство все гарантировало. А что, государство за вас будет ходить и выводить, вам какие-то зарплаты не будет? Оно вам дало возможность. Но если у вас нет профсоюзного движения, и вы никак не организованы, или только в сетях по вечерам встречаетесь и начинайте обменяться. как стало плохо? Там больше такое. Никак не договориться, а там больше печали, так сказать, выражают люди. А у вас как? А у нас еще хуже. А у нас? А у нас еще хуже. Еще есть одна статья, 134-я. Она так и называется. Повышение уровня реального содержания заработной платы. В содержании статьи ничего нет на эту тему. Но называется так статья, повышение. В законе есть заголовок, это же голова, статья, голова важнее туловища. Поэтому этого достаточно. То есть требования ваши, если вы будете требовать повышать уровень реального содержания зарплаты, не только справедливые, но и законные, потому что в законе записано. А все остальное это боритесь. Для этого существуют конфликты. Конфликтуйте на здоровье. мы, за что бы вы особенно не сильно конфликтовали, они называются спорами теперь. Хотя совершенно ясно, что речь идет о том, что существует процедура подготовки, забастовки, а забастовка, конечно, это переход от дискуссии и обсуждения, да, от аргументов, от силы аргументов к аргументам силы. А какой еще есть аргумент у работников? Никакого. Если вы не согласны продавать за такую цену, то вы останавливаете работу. Но законным является такая остановка, только если вы выполнили все требования, которые предусмотрены процедурой. Мы их отдельно будем с вами рассматривать. Так вот, возвращаясь к тому конфликту, который у нас сегодня и разбирается, вот мы с вами должны констатировать, что условия для профсоюзной работы для обучения трудящихся, для повышения квалификации, они все ухудшаются. Происходит даже обрушение, ну, то есть курс повышения квалификации. Вот закончил человек работу и еще он час, может быть, или полтора, или два, он занимается повышением квалификации. Он повысит свою квалификацию, сдаст на новый разряд и будет получать большую зарплату. А тут он будет работать, работать. Но как вы себе представляете повышение квалификации, когда это выходные дни? Да выходные дни уже в больнице не работают только. Вот это то, что приготовил в данном случае Дмитрий Анатольевич Медведев. Но поскольку он это приготовил, как выясняется, не из лучших побуждений, то помалкивали насчет того, что это будет ужатие рабочей недели, а время может быть и меньше будет. Потом вдруг ФНПР выдает эту страшную тайну, что раз в 40 часов это будет 4 дня, значит по 10 часов. То есть то, что мы и сами могли додуматься, вот это еще и объявлено. Так что вот с чем мы имеем дел. Значит что здесь будет происходить? Значит если пенсионные дела решаются на уровне государства, то вот эти дела связаны с зарплатой и с величиной рабочего дня и с количеством выходных они все могут решаться на уровне предприятия, на уровне трудового коллектива. Почему? Потому что есть такой документ важнейший, который представляет собой документ правовой, норму права. Я почему говорю, что надо с этим познакомиться, почитать и еще и доклады желательно сделать на эту тему с анализом. Так что кто можете приступать потихонечку к анализу, потому что этому больше негде научиться. На завод вы не попадете. Я в свое время читал лекции, вот будучи тут на экономическом факультете, где-то по 500 лекций в год. И было на самых разных предприятиях самых разных ситуаций. Сейчас туда на завод невозможно попасть. В качестве кого туда попадете, лекции там не читают. Профорганизация она даже пропуск не может сделать. Ну вот я был консультантом вот этого ЗАО ПКТ и товарищи из профсоюза. Заказывали у меня пропуск вот в Ленинградском отделении Комитета государственной безопасности на воинов на шпалярной улице. Потому что это берег, то есть граница. Ну и у меня был пропуск пока вот эти все переговоры. На так просто вы туда не попадете. Скажем, сейчас люди образованные и трудящиеся, они разделены рабочие. Ну права никто эти не отобрал, то есть право у них есть. И вот коллективный договор это такой правовой документ, который представляет свою локальную норму права, но действующие на три года. С правом продления еще на три года. Но это не значит, что они потом не могут снова, они могут подготовить проект еще лучше, и добиться его реализации, добиться его принятия. И хорошая организация все время имеет коллективный договор. Вот, например, авиадиспетчеры. А у них шестичасовой рабочий день, у них дополнительные отпуска, у них зарплата за 200 тысяч, и этого они добились исключительно борьбой профсоюзной. Причем это требовало от них не твердости коллективизма, но требовало и большого ума, потому что они придумали всякие способы воздействия на работодателей, после которых работодатель вынужден был идти навстречу. Например, все забастовки авиадиспетчером запрещены полностью, никаких забастовок не может быть. Но нельзя запретить, например, проведение профсоюзного собрания. Вот они собираются, вот считайте, что мы с вами на профсоюзном собрании, когда у нас конец будет, 15.40, 15.10, а, 17.10, 17.10 заканчивается лекция, и мы продолжаем, и тут будет, вот вы сейчас изберете руководство, вот Аню я предлагаю могу, она как староста, и начнется профсоюзное собрание у вас, об улучшении вашей жизни и повышении стипендий. И это профсоюзное собрание сколько может идти? Ну как вы решите? Вот уже и 9 вечера, и 10, и 12, у вас у всех телефоны, домашним скажете, я на профсоюзное собрание, завтра приду, может послезавтра, не знаю еще, как закончится, очень важное. И вот здесь народ обеспокоен, уже и руководство прибежит, спрашивают, а что такое, что случилось? Вот хотим, чтобы зарплату, пенсию, стипендию нам повысили. И проходит время, и вот так товарищи авиадиспетчеры профсоюзное собрание в Калининграде месяц проводили, то есть они домой не уходили, то есть к ним жены приходили, дети приходили, еду приносили, и журналисты естественно приходили, а собрание они прямо в здание аэровокзала проводили, оно открытое, приходите, ни для кого не секрет. А вот в Ростове-на-Дону работодатель применил прием, он пошел в суд и написал туда бумагу о том, что это подрывает безопасность полетов, вот они ночью не спят, находятся на профсоюзе Домсобрании, а завтра нужно управлять полетами. Это не значит, что они не спят вообще говоря, потому что вроде бы никто не запретил спать на профсоюзе Домсобрании, но они не уходят, по крайней мере, оттуда. короче говоря, проиграли там в суде, здесь вечер ростовские, и суд постановил с 11 утра, с 11 вечера до 7 утра запретить проведение собраний, больше-то не может. Ну, они в 11 собирают манатки, идут домой, в 7 утра они опять сидят, у них продолжается собраний. Тот генеральный директор, который противодействовал профсоюз в обедиспетчерах, его в конце концов сняли, поставили другого, другой, я там был после этого, хорошее там помещение, более просторное, видно, уважает администрация, то есть генеральный директор уважает профсоюз, потому что уважает сильных, ну и вот таким образом эту проблему решили. Еще другие приемы, которые применяли товарищи профсоюзники, это приемы, связанные с тем, чтобы так или иначе делать акцию, которая равносильно была бы забастовка, но формально не была бы забастовка. А дело было такое, значит, в Сургуте проходило такое бесконечное профсоюзное собрание, генеральный директор распорядился выгнать на мороз, и на мороз выгнали всех сургутских авиадиспетчеров, они обратились к профсоюзу, туда профсоюз, авиадиспетчеры, все объявили голодовку. Вот голодовку вам могу запретить проводить? Вам могу, но вы не обязаны выполнять. Я вам объявляю, все, начинается голодовка, по крайней мере, до 17-10, а дальше уже ваше дело. И вот аэвиадиспетчеры стали принять голодовкой до выхода на работу, день-два они голодают, потом идут, естественно, к медикам, которые дают разрешение на полет. Вам нельзя, но вам можно, вам тоже нельзя, и вам нельзя. И сворачиваться в воздушное движение России. Тогда работодатель быстренько пошел на переговоры. Но перед этим, поскольку авиадиспетчеры очень грамотные, такие просоветники, очень грамотные народы, они не только голодали, они одновременно принимали всякие решения, что мы принимаем решение рассмотреть вопросы забастовки. Сразу обеспокоился работодатель, вам нельзя постовать, по закону нельзя, так мы же не бастуем, мы просто решение приняли, рассмотреть вопросы обастовки. Потом исполком принимает решение, нет, совет принимает решение профсоюза, что назначить забастовку, поручить исполкому определить день забастовки. Опять сполошилось руководство соответствующее. А он говорит, а мы же не бастуем, мы только еще обсуждаем. Потом исполком принимает решение, через какое-то время наметить дату. И тогда работодатель не выдержал и вызвал в суд. А когда работодатель вызвал в суд, диспетчеры толковые люди, они видят, что представители работодателей не принесли доверенности, они так пришли, что мы вот такие-то начальники. То, что вы начальники, это вовсе не значит, что вы можете представлять организацию. И вот судья спрашивает, председателя профсоюза авиадиспетчеров, президента профсоюза авиадиспетчеров Ковалева. Сергей Анатольевич, вы вообще грамотный человек? Он говорит, да, немножко грамотный. Но вы знаете, что сейчас будет суд? Да я знаю, но я думаю, что его не будет. Почему? А нет, не пришел тот, кто должен подавать иск. Его нет, он не явился. Естественно, не явился. Как не явился? Так вот же они. А у них нет документов, попросите документы. Ну-ка давайте документы. Нет документов. Естественно, на месяц это перенесли. Через месяц начинается снова заседание суда. Ну что, говорит судья Сергея Анатольевич, теперь все в порядке? Да, теперь все в порядке. Есть документы? Есть, у них все хорошо. Ну, то есть теперь вы вообще закон знаете? Конечно, я знаю. Но вы понимаете, что я сейчас приму решение о запрете вашей? Конечно, знаю. А зачем вы это сделали? Ну, понимаете, мы хотели усадить за стол переговоров работодателя. Ну, как вам это удалось, говорит судья? Да, конечно. Вот они сидят здесь, с бумагами. Ну, конечно, судья запретил забастовку, и все. Но не забастовкой формально это решалось. А авиодюспечер продолжили голодовки. И когда они переговаривались с работодателем, работодатель пошел на и договорились, что работодатели в суд не подают. А в двух городах, Омске и Новосибирске, работодатели подали в суд авиодюспечеру. Ну вот, поскольку мы это освещали в газете «Народная правда», где я главный редактор, я художнику заказал, чтобы он такую карикатуру принес, как судебные приставы исполнители с большой ложкой идут кормить авиодюспечеров. По этому поводу президент федерального профсоюза авиодюспечера сделал заявление. Мы люди законопослушные. Вот этим 12 человек из Новосибирска и Омска запретили голодать. Они голодать не будут, голодать будем мы, все остальные, весь профсоюз, кроме них. А вот эти люди, 12 человек, будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. Вы пробовали съесть три обеда? Вот попробуйте три обеда, идите в врачи. И у вас уже будет там что-то не совсем в порядке. Мало если три, четыре. У них такой прием был? Три торта съесть. Три торта съесть, не пробовали? Срава. Ну, разные бывают средства. Короче говоря, я, наверное, в следующий раз принесу эту газету, где рассказывает товарищ Ковалев о этих перипетиях. Это говорит о том, что люди, которым даже все запрещено, они находят способы решать эти проблемы. И переходят только от силы аргументов к аргументам силы. А сила в чем тут? В организованности, конечно. Потому что если кто-то в одиночку это делает, никто на это не обратит внимания. Правильно? Когда это единая акция всего профсоюза, ну вот даже так я вам приведу пример, когда я приехал и привез сборник материалов Российского комитета рабочих. Меня встречал Сергей Анатольевич Ковалев у метро, потому что я не знал, где они теперь сидят на новом месте. И вот мы идем, он рассказывает там, у нас сегодня спартакиада. Я как-то думаю, что он мне не профсоюзное дело рассказывает, какую-то спартакиаду. А что вы не реагируете? А что вы не реагируете? Ну что вы не понимаете? Говорит, весь профсоюз бежит. Я говорю, что? Как что? Весь профсоюз бежит 5 километров. А потом идут всех перед работой к врачу на предмет разрешить, не разрешить, работают. И сразу сокращается воздушное движение России. То есть вот есть люди, которые все время объясняют, почему они этого не сделали, доказывают, что ничего невозможно сделать. А есть люди, которые в тех условиях, которые есть, а им как бы все запрещено это делать. А они это делали. И разные есть варианты. Ну вот в итоге мы на этих примерах могли убедиться, как выглядят социально-трудовые конфликты. И обратили я ваше внимание на то, что вот сейчас мы находимся в такой вот момент времени, когда затевается один еще очень большой, можно сказать, антирабочий конфликт со стороны государства, пойдет государство на очередное силовое давление, то есть на принятие закона такого или нет. Но тут даже если оно пойдет на принятие этого закона, но трудовый-то кодекс позволяет, тем не менее, вести переговоры, коллективно-трудовые споры. И, следовательно, он позволяет, независимо от того, что принято на верхнем уровне, принимать решение по соглашованию с работодателем, конечно, если вынудятся работодатели к этому. Потому что в коллективном договоре не может быть хуже в условии, чем в законе, а лучше может быть. Поэтому какое бы решение ни было принято государством, какой бы ни был принят закон, он означает, что хуже не может быть. Хотя и бывает, но незаконно. А вот лучше, пожалуйста, и вы в своем коллективном договоре можете установить сколько угодно часов, например, отпуска. У тех же докеров, у которых я был консультантом, у них в коллективном договоре было 55 часов более ранних. Если взять 15 лет назад, 55 дней отпуска. Потом работодатели дружно разных компаний стали им предлагать, так сказать, обмен. Вы эти самые дни отдаете нам, сверх 30, а мы вам резко повышаем зарплату. Я тщетно пытался убедить товарищей профсоюзников, что от этого вы проиграете, потому что вы сейчас в разном порядке зарплату повысите. Вот тут к вам сократят, и очередное некоторое время инфляция зарплату эту съезд. И она установится на прежнем уровне. Ну, они, так сказать, перед лицом таких больших денег, которые на них вроде сваливали сразу, они все-таки решили на это пойти. Ну, и это чем закончилось? Тем, что действительно у них теперь в результате этого размена зарплаты снова стали теми, которые были до этого, почти не увеличились, а отпуск резко уменьшился. Хотя во время отпуска каждый мог работать в другом месте и получать зарплату. Правильно, вы можете отдыхать 30 дней, а еще 25 дней работайте, пожалуйста, если у вас 55 дней отпуска. Или отдыхайте хорошо. Тяжелая очень работа. У них по-прежнему в коллективном договоре на ручных работах записана норма перегрузки, перемещения груза 24 тонны в сутки. До сих пор такая цифра стоит. Сейчас уже таких работ стало мало, но это обычно было связано с разрусткой вагонов, когда одной рукой он берет сапка и мешок, другой рукой за угол мешка и перегружает на поддон. И так вагон. 64 тонны было. Потом они сокращали, дошли до 24 тонн. А на переговорах, где представители докеров были уполномочены договориться, и где то, что скажут представители докеров, так сказать, фиксируются в протоколах, представитель докеров согласился оставить 24 тонны, хотя был план 12 тонн оставить. Это тоже, как говорится, для людей, которые с этим делом не имели, все такое 12 тонн перегрузится. Страшное дело в смерть. Я работал в порту один день, когда там был такой воскресенье. Дали мне каску, рукавицы, и задача была в том, чтобы из трюма перегружать мороженых кур из Америки, ограчка. 30-килограммовые такие плоские бумажные коробки, картонные. Задача очень простая. Берешь коробочку, 30-килограмм это ерунда, и кладешь ее на поддон. Берешь вторую, кладешь на поддон. А там вот вверху видно, там окошко, куда кран потом все это поднимает, этот поддон. То есть ничего больше делать не надо. Но кругом мороз, поскольку все заморожено, ты находишься в морозильнике, или в холодильнике, как хотите. В морозильнике скорее, чем в холодильнике. Ну вот, но я-то один день поработал, а Зокер, когда работает, он примерно совершает 2400 таких операций за смену. Ну естественно, у него здесь испарина на поясе, а тут мороз. И радикулит у них, вот они добились, профсоюз добился, чтобы этот радикулит считался у них профессиональной болезни. И он у них профессиональная болезнь. И то еще долго они добивались. Хотя вот сама по себе эта работа, ну не тяжелая так, один раз. Допустим, если вы сделаете 20-30 наклонов, это же хорошо. 300 наклонов уже не обязательно хорошо. А 2400 наклонов, это уже как-то, даже просто, просто 2400 наклонных делать. Попробуйте сделать. 2400 наклонов, нам расскажете о своих впечатлениях. Не хотите? Вы уже предполагаете, какие впечатления. Мне не понравится. Не понравится, да? Ну может понравится вам это. Может быть, после 1200 вы будете чувствовать себя, как птица. Вроде не мазохист. На 1237-м. Вот сейчас еще втрое дыхание, вот сейчас на 2000-х точно пойдет. Да, может быть, пойдет, да. Вот. Вот так получается. Такая у нас картина. Эти проблемы на уровне коллектива, в том числе, продолжительность рабочего дня, количество дней, которые работают. Все это может быть записано в коллективном договоре. То есть коллективный договор это локальный нормативный акт. Другое дело, что его надо силой профсоюзной организации коллективу поддерживать. Почему? Потому что если закончится вот срок коллективного договора, все эти записанные в коллективном договоре блага обрушиваются. Если вы не продлили или не заключили новый. Чтобы заключить новый, нужно уже иметь такой проект коллективного договора на новый срок, который лучше, чем тот, который был. Чтобы работодатель скорее согласился на то, что лучше это доставить, чем там добьются большего. А уж по стечению шести лет тут, хочешь не хочешь, надо новый коллективный договор. И как бы, если вы к этому времени ослабили свою профсоюзную работу, в том числе, потому что у вас увеличился рабочий день, и труднее стало собирать коллектив, и труднее оформлять, то можете вы потерять все те достижения, которые были. Вот такая тут история с этим делом. Но это говорит, поэтому, хотя сам закон позволяет коллективу выбирать любой орган для решения этих проблем, не обязательно профсоюз. Но если это не профсоюз, вот сегодня были люди, завтра кто-то из них заболел, кто-то устал, кто-то, так сказать, отошел, и все рассыпалось. А если у вас есть профсоюз, то это не рассыпется. Другое дело, что нужно все время поддерживать, чтобы лидеры профсоюза выражали ваши интересы, а от них не отказывались. А они чем отличаются от вас? Да ничем не отличаются. Но как только они получают другое положение, у них становятся другими интересы. Скажем, вот они если оплачиваются за счет профсоюзной кассы, они заинтересованы в большей зарплате. Больше зарплата, больше профсоюзной взносы. Но он может повысить свою зарплату, если он обратится к вам и скажет, знаете, какая у меня сложная работа? Представляете, какая у меня сложная работа? Я целыми днями думаю о профсоюзе, о вас, о всех. О всех о вас. Давайте у меня коэффициент повышающий 1,4. Вот Моисеенко такой в порту имел такой повышающий коэффициент, а потом еще выяснилось, что он его умножал на этот коэффициент не среднюю зарплату, а среднюю, умноженную на 1,1. И таким образом получал. Через 10 лет он разложился, и его выгнали товарищи председатели, а он стал от них, от своей профсоюзной организации требовать миллион, и тогда тот же профсоюз докеров просил, в том числе и меня, и еще одного товарища адвоката, чтобы мы защищали профсоюзную организацию от их бывшего председателя. Потому что пока вот если он рабочий, ему выгодно то, что всем выгодно. У всех будет больше, и у него будет больше. А как только он попал в другое положение, может быть он как-нибудь решит свои проблемы без того, чтобы заниматься всем этим делом. И это говорит о том, что здесь есть проблема, и эту проблему надо решать. Проблему можно решать таким образом, чтобы, скажем, избирать двух председателей, а работать они будут по очереди. Месяц один работает на месте рабочего, а другой месяц он будет работать с освобожденным профсоюзным работником, и, соответственно, и другой, и они будут меняться местам местами. И всегда у вас есть председатель профсоюзной организации, один из председателей, который на рабочем месте, и всегда тот, кто сейчас освобожденный, будет возвращаться на рабочее место, и всегда можно до него дойти и его проконтролировать. Потому что бесконтрольность порождает такую профсоюзную верхушку, которая в разных странах по-разному отходит от рабочего класса. В тех же самых американских профсоюзах очень много бандитизма. А у нас профсоюзы подпадают под влияние как раз тех работодателей, с которыми они должны вести борьбу за улучшение подложения работников. Ну вот такая складывается картина, и я вот решил начать с этого конфликта социально-трудового, который сейчас начался, с тем, чтобы мы присматривались с вами вместе к ходу этого конфликта. Я думаю, что ваш зачет где-то совпадет примерно с моментом, когда он так или иначе будет разрешен. А он разрешен может быть двояко, либо это будет разрешено так же, как пенсионный конфликт, либо, если товарищи работники, рабочие и профсоюзники организуются сейчас, то они будут иметь условия для организации хорошей в будущем. А если они сорганизуются, то они при этом. Но для этого надо выделить требования не долой, не мы против, потому что если я против, это не значит, за что я, непонятно. А требования всегда носят позитивный характер. Вот то требование, вокруг которого можно сорганизоваться работником, это требование перехода к шестичасовому рабочему дню, при пятидневной рабочей неделе. и тогда вот те проблемы, о которых я говорил, и организации профсоюзной работы, и лучшего отдыха, и лучшего образования, и повышение здоровья, все это решается таким образом, чтобы можно было контролировать действия той стороны, которая может ухудшить ваше положение. На этом мы сегодняшнюю лекцию с вами довершим. Спасибо за внимание. Спасибо.